Вашингтон, 14-ое, РИА Новости, американские военные умолчали об авиаударах в Сирии в марте 2019 года, которые унесли жизни десятков мирных жителей, а тщательное расследование по данному вопросу не проводилось, сообщила газета New York TMS. По данным издания, речь идет об ударах, которые были нанесены в районе сирийского Багуза 18 марта 2019 года. По информации газеты, сначала американский штурмовик F-15E сбросил на толпу людей 500 фунтовую, 227-килограммовую бомбу, после чего была сброшена еще одна бомба весом в 2000 фунтов, 900 килограммов, затем, еще одна. Неназванный военнослужащий признался зданию, что в объединенном центре воздушных операций на базе ВВС США людей в Катаре наблюдали за происходившим с ошеломлиным недоверием. Удары в прямом эфире снимал беспилотник. Блинкин призвал союзников США прекратить налаживать отношения с Сирией. Как пишет Нэйч, удар в районе Багуза стал одним из крупнейших по числу жертв среди гражданского населения за все время военных действий против ИК. Однако официально американские военные никогда этого не признавали. При этом, как установила газета, уже первоначальная оценка быстро показала, что погибших было около 70. Подчеркивается, что сотрудник ВВС по правовым вопросам допускал, что имело место военное преступление, требующее расследования. Но, как отмечает издание, почти на каждом шагу военные предпринимали шаги, скрывающие катастрофический удар. Число погибших было преуменьшено, а отчеты по теме получали гриф секретности. Кроме того, силы коалиции под руководством США бульдозером сравняли место ударов с землей, а высшее руководство не было уведомлено о произошедшем. Газета подчеркивает, что независимого и тщательного расследования авиадуаров проведено не было. Президент Турции Таип Эрдоган выступает на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Эрдоган предложил США уйти из Сирии и Ирака. После того, как Нэть отправила свои выводы центральному командованию США, Ченчин, там впервые признали, что факт ударов, и заявили, что тогда погибли 80 человек, однако назвали бомбардировку оправданной. По утверждению командования, среди убитых, 16 боевиков и четверо гражданских лиц. Что касается остальных 60 убитых, то неясно, были ли они гражданскими лицами. Отчасти потому, что женщины и дети в ИК иногда брались за оружие. Представитель центрального командования Билл Урбан заявил, что командование берет на себя полную ответственность за непреднамеренную гибель людей. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дей-Резор, Эль-Хасак и Ирака, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти. В августе аналогичный инцидент произошел в Афганистане. После теракта на КПП Кабульского аэропорта 26 августа, который унес жизни 13 американских военных, США 29 августа нанесли воздушный удар в Кабуле, в результате которого погибли 10 гражданских, включая семерых детей. Пентагон по итогам проведенного расследования признал случившейся ошибкой. Глава ведомства Ллойд Астин принес извинения.